Я поздравляю всех победителей лотереи Гринкарт с отменой прокламации. Некоторые только начинают заполнять анкеты, ожидают запрос и готовят документы для отправки в КСС. И, конечно же, с нетерпением ждут своего собеседования. При этом некоторым победителям, как мне известно, уже назначили интервью на апрель. В этом видео я продолжу отвечать на самые популярные вопросы, которые я получаю ежедневно. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы не пропустить ответ на интересующий вас вопрос. Нам удалось собрать огромное количество победителей в нашем телеграм-канале, где они делятся своими новостями и помогают друг другу. Более двух тысяч победителей лотереи ежедневно обмениваются своим опытом, поэтому, если вы еще не в группе, подписывайтесь и присоединяйтесь к обсуждениям. Ссылка будет в описании к видео. Какие этапы после заполнения анкеты Диас-260 ждать письмо о назначении даты собеседования? После того, как вы заполнили и отправили анкету, вам нужно ожидать письмо от консульского центра Кентукки, в котором вас попросят прислать документы. Сами документы вы можете готовить уже. Это свидетельство о вашем рождении, браке, рождении детей, заграничный паспорт, военный билет и справки о несудимости. Если после заполнения Диас-260 уволился с работы, нужно ли разблокировать анкету и внести изменения? Все зависит от ваших дальнейших планов. Если вы планируете найти новую работу до собеседования, то лучше тогда менять анкету, когда вы будете знать данные о новой работе, чтобы не делать лишних разблокировок. Если вместо ссылки на соцсети указал адрес электронной почты, это будет ошибка, нужно ли это исправлять? Это, конечно, неправильно. Лучше разблокировать анкету и исправить ошибки, а заодно обязательно перепроверьте все другие пункты, чтобы быть уверенным, что все остальное в анкете указано верно. Не стоит надеяться, что офицер будет благосклонен к вашим ошибкам. Этот год не такой, как предыдущие по лотерее, и я рекомендую приложить максимальные усилия, которые вы можете, чтобы не упустить свой шанс. Нужен ли апостиль на справку о несудимости? Нет, для лотереи апостиль на документы ставить не нужно, не тратьте время и деньги на это. Выиграл в лотерее гринкарт, но пока неизвестно, когда будут выдавать визы. Можно ли сейчас ехать по визе J1? Не помешает ли это в дальнейшем для получения гринкарт? Да, можете. При этом вы сможете подать в США заявку на смену статуса, как победитель лотерей. Но в таких моментах всегда нужно учитывать еще и номер вашего кейса, а также то, что вы не сможете подать заявку на смену статуса сразу же, если ваш кейс не находится в статусе current. Обязательно проконсультируйтесь с юристом по вашей ситуации. Нужно ли делать справку о несудимости из другой страны, где я проживала в течение года? Да, конечно, и это обязательно. Если вы находитесь в процессе подготовки документов или уже ожидаете интервью, и вам нужна помощь на любом из этих этапов, в описании вы найдете ссылку с контактами для записи на встречу с юристом. На встрече вы сможете рассказать подробно о вашей ситуации, задать все интересующие вас вопросы, получить рекомендации, которые помогут вам сделать все правильно. Если фамилию поменял в 13 лет, когда родители развелись, то указывать ее и что писать в анкете? В анкете есть специальный пункт, где вы должны указать все фамилии и все имена, которые у вас были. Поэтому вы обязательно указываете это в анкете. А также желательно иметь на руках официальный документ, подтверждающий смену имени или же фамилии. Нужен ли аттестат со школы? Есть диплом, аттестат не могу восстановить. Наличие среднего образования – это одно из обязательных требований для победителей лотерей Гринкарт. Обращайтесь в школу или же архив и восстановите свой аттестат, так как вам нужно будет предоставить его на собеседовании. В лотерее выигрывают случайным образом или есть какой-то подбор? Отбор победителей происходит рандомно, случайным образом, поэтому повлиять на результат никак невозможно. Если вас интересует иммиграция по критериям отбора, вы всегда можете обратить свое внимание на Канаду и ее иммиграционные программы. Если я меняю адрес проживания каждые два месяца, например, и после заполнения анкеты адрес поменялся, нужно ли разблокировать анкету и добавлять адрес? Если это не отпуск, то да, желательно вносить изменения, но при этом надо понимать, какой у вас номер кейса, на каком этапе находится ваше дело и когда вам назначат собеседование, чтобы не пропустить свою очередь и не разблокировать анкету слишком часто. Решил жениться, выиграл грин-карту, сканы отправил, получил ответ. Возможно ли еще добавить жену после росписи или уже все? Да, вы можете разблокировать свою анкету, добавить супругу на основании свидетельства о браке, внести изменения в свою анкету, а именно изменить семейное положение и добавить данные супруги, заполнить анкету на супругу и отправить документы в КСС. И желательно сделать это как можно скорее, пока вам не назначили собеседование. Можно ли написать в КСС и узнать о статусе дела? Да, можно. Вы можете писать письма в КСС и уточнять информацию по вашему кейсу. При этом меня часто спрашивают, как часто можно писать в консульский центр. Ограничений нет. Но будьте готовы к тому, что таких писем будет много и сотрудники могут долго отвечать вам из-за загрузки. Поэтому старайтесь не писать просто так, если вы понимаете, что время еще есть. Если вы подавали заявку на участие в лотерее, но еще не проверяли результаты, обязательно сделайте это. Результаты последующей лотереи будут уже совсем скоро, в начале мая. Готовьте документы, готовьтесь к прохождению собеседования. На нашем канале есть много полезных видео для победителей лотереи Гринкард. Все ссылки вы найдете в описании к видео. Ставьте лайк, если это видео было для вас полезным. И, конечно же, подпишитесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. Субтитры подогнал «Симон»!